«Рано или поздно жизнь должна будет выйти за пределы нашего сине-зелёного шарика, или мы вымрем», — сказал Илон Маск и основал SpaceX. Сегодня мы расскажем о компании, собирающейся выйти на межпланетный уровень. История успеха, удивительные факты, невероятные достижения и все планы SpaceX на будущее в одном выпуске. Сначала немного истории. Вся американская программа «Аполлон» была детищем исключительно государства, которое близко не подпускало частный бизнес к космосу. Это многих не устраивало, но изменить положение для американских энтузиастов смог, по иронии судьбы, главный космический противник США, бывший Советский Союз. Именно здесь стали предприниматься первые шаги по организации коммерческих услуг в космической сфере. Российские надежные ракеты по разумным ценам сделали космос доступнее, а также открыли его для частных компаний. Так, в 2000-м нидерландская компания «Мир Корп» получила контракт на обслуживание российской космической станции «Мир». Всего за год, пока «Мир» не вывели с орбиты в 2001-м, она успела войти в историю, первой пополнив запасы на станции, на частные средства, первой организовав пилотируемую миссию за счет частного лица и первой заключив контракт на полет в космос в туристических целях. Это возродило интерес к космосу в США и породило волну стартапов, которые стремились разработать собственные недорогие ракеты. Но законодатели и корпорации не хотели принимать космическое предпринимательство, и компании закрывались так же быстро, как и открывались. И здесь на сцену выходит Илон Маск. В 2001 году он представил концепт «Марс Оазис» — проект миниатюрной экспериментальной теплицы по выращиванию растений на Марсе. Так он пытался вернуть общественный интерес к исследованию космоса и привлечь внимание НАСА. Для реализации проекта он хотел купить российские ракеты «Днепр», дважды приезжая за ними в Россию. Первый раз никому неизвестного на тот момент предпринимателя не приняли всерьез. Второй раз переговоры состоялись, но цена в 8 миллионов долларов за ракету не устроила предпринимателя. Он подсчитал, что комплектующие любой ракеты составляют всего несколько процентов ее рыночной стоимости, и решил построить дешевые ракеты сам. Так в 2002 году появилась SpaceX, в которую предприниматель вложил собственные средства от продажи первого IT-стартапа Zip2 и своей доли в PayPal. Маск сразу просчитал, что для создания надежной и дешевой ракеты все компоненты для нее необходимо производить самому. На деле реализация такого проекта без участия государства, главного заказчика услуг в космической сфере, оказалась невозможной. И предприниматель всеми силами стал привлекать к себе внимание общественности и НАСА. Так, в конце 2003 года бизнесмен рассказал о ракете Falcon 1, провозя ее через все штаты на грузовике, который парковал, например, прямо перед Национальным музеем воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Это дало результаты. В 2004 году Конгресс принял закон, который существенно упростил выход на рынок для компаний, осуществляющих коммерческие запуски. В 2005 в НАСА приняли новую программу коммерческих услуг орбитальной транспортировки. Вместо того, чтобы брать весь процесс проектирования и разработок на себя, агентство теперь просто определяло необходимые характеристики транспорта и приглашало компаний к участию в конкурсе на их лучшую реализацию. SpaceX воспользовалась возможностью и в 2006 выиграла контракт с НАСА на разработку ракеты Falcon 9 за 278 миллионов долларов. Ее первый успешный запуск состоялся в 2010. Помимо этого, в 2008 компания подписала с агентством еще один контракт, в этот раз стоимостью 1,6 миллиарда долларов на доставку груза на МКС. Успеху компании способствовало то, что крупные игроки в США не заинтересовались таким мелким контрактом. Но для SpaceX это были огромные деньги. Вернемся к началу. Первый запуск первой ракеты компании Falcon 1 длился всего одну минуту. Вторая и третья попытки тоже не увенчались успехом. Только четвертый пуск в сентябре 2008 года прошел по плану, и Falcon 1 успешно вышла на орбиту, став первой частной ракетой на жидком топливе, достигшей орбиты Земли. На базе Falcon 1 SpaceX разрабатывает Falcon 9, включающую 9 двигателей Merlin, разработанных компанией с нуля и протестированных на первой ракете. Интересно, что если один из двигателей ракеты выйдет из строя, она все равно сможет закончить свою миссию. Это делает ракеты Маска не только дешевыми, но и уникальными. Кстати, 85% всех компонентов для обеих ракет, а в будущем и для космического корабля Dragon, компания производит сама, попутно иногда изобретая и оборудование для их изготовления. Например, SpaceX пришлось сконструировать машину для сварки трением, с перемешиванием алюминий-литиевого сплава для корпуса Falcon 9, потому что такого оборудования не существовало. В 2010 году SpaceX снова вошла в историю, как первая частная компания, вернувшая с орбиты свой космический корабль. Беспилотный Dragon приземлился в Тихом океане в нескольких сотнях миль от побережья Мексики. Через два года SpaceX стала первой частной компанией, корабль которой пристыковался к МКС. Астронавты на борту космической станции использовали роботизированную руку, чтобы перетащить капсулу Dragon в стыковочный порт на станции. После этой миссии SpaceX несколько раз отправляла свой корабль на МКС для пополнения запасов станции. В 2015-м SpaceX вошла в историю с первой беспилотной вертикальной посадкой первой ступени орбитальной ракеты Falcon 9. Разработка технологии посадки и повторного использования ракетоносителей и космических кораблей была одной из основных причин, по которым Илон Маск основал SpaceX, так как только такие технологии могли сделать более доступными полёты на Марс, ради которых предприниматель всё и затеял. Falcon 9 — это двухступенчатая орбитальная ракета, которая использовалась для запуска спутников, для компаний и правительств, пополнения запасов Международной космической станции и даже отправки сверхсекретного космического самолёта ВВС США в его загадочные длительные миссии. За последние 9 лет компания выполнила более 80 миссий Falcon 9. Чтобы ещё упростить посадку, в 2016-м SpaceX сажает ступень на беспилотный корабль «Just read the instructions» плавающий в океане. В твиттере Маск поясняет, что посадка на воду не то, чтобы более рентабельна. На самом деле она более осуществима, так как ракеты-носители должны набирать высоту по дугообразной траектории, чтобы достичь орбитального пространства. В 2017-м SpaceX становится первой компанией, которая повторно использовала первую ступень ракеты. А в мае 2018-го года SpaceX запустила свою первую ракету «Блок-5 Falcon 9» — окончательную версию, предназначенную для повторного использования до 100 раз с периодическим ремонтом. На сегодня максимальное количество пусков одной и той же ступени составляет 9 раз. Конечно, посадка ракеты — это только часть уравнения, когда речь идёт о возможности многократного использования и сокращения расходов на космические путешествия. Поэтому сам корабль SpaceX тоже можно использовать повторно. 3 июня 2017 года компания запустила ракету Falcon 9 с ранее использованной капсулы Dragon на борту в рамках 11-й миссии по доставке грузов на МКС. Если хотите быть в курсе актуальных новостей Илона Маска и SpaceX, подписывайтесь на наш канал. В 2018-м SpaceX впервые запускает Falcon Heavy — модульную ракету, состоящую из трёх Falcon 9. С 27 двигателями она стала самой мощной ракетой, запущенной в США со времён Сатурна 5. Подробнее об этих легендарных ракетах мы рассказывали по ссылке в подсказке. После Falcon Heavy Маск начинает испытание Star Hopper — прототипа звездолёта Starship, который в будущем должен будет доставить людей на Марс. Кстати, акции SpaceX должны поступить в открытую продажу только после того, как компания отправит миссию на Марс. Так, по крайней мере, неоднократно заявлял Илон Маск. Для миссии были разработаны новые ракетные двигатели Raptor, мощность которых и испытывалась прыжками Star Hopper. Параллельно компания завершила испытания пассажирской капсулы Crew Dragon и отправила людей на МКС 30 мая 2020 года. Хотя полёт прошёл гладко, астронавты Боб Бенкен и Дук Херли сказали, что полёт на Falcon 9 оказался несколько тяжелее, чем ожидалось. И всё же через два месяца капсула DEMO-2 с новым названием Endeavor вернулась на Землю 2 августа 2020 года с астронавтами на борту. А для уменьшения перегрузок в капсуле был изменён угол установки кресел, что сократило её вместимость с 7 до 4 человек, но сделало полёт более приятным. В ноябре Crew Dragon стал первым в истории сертифицированным НАСА коммерческим космическим кораблём и отправил четырёх человек на МКС в ходе миссии Crew-1. Корабль SpaceX может стыковаться с МКС в автоматическом или ручном режимах. На Crew Dragon нет привычных панелей с множеством кнопок и переключателей. Это первый корабль на сенсорном управлении в стиле видеоигр. Три монитора страхуются несколькими запасными кнопками под ними. Напомним, что полёт на Crew Dragon проходит в авторежиме. Ручное управление необходимо только для непредвиденных ситуаций. 23 апреля 2021 года космический корабль Crew Dragon снова отправил астронавтов на МКС. При этом ближайший полёт корабля SpaceX, запланированный на 15 сентября, должен снова войти в историю, как первая полностью частная и полностью гражданская миссия, получившая название Inspiration 4. Затем будет полёт 23 октября. На борту корабля будут три астронавта и четвёртый, пока не названный, член экипажа. Но вернёмся к амбициозным планам по покорению Марса. В августе 2020 года компания протестировала полный прототип Starship SN5. После 150-метрового прыжка SN5 Илон Маск написал в Твиттере, что полёты на Марс стали казаться реальностью. В испытательном полёте прототипа SN5 Starship использовался один двигатель Raptor, тогда как окончательный вариант ракеты будет включать примерно 41 двигатель. 5 мая этого года последний прототип SN15 поднялся на высоту около 10 километров и впервые успешно приземлился на стартовую площадку. Правда, затем на Земле произошёл небольшой пожар, но его быстро потушили. «Это обычное явление для топлива, которое используется», пояснил инженер компании Джон Инспрокер. Напомним, что предыдущие прототипы Starship в основном взрывались при посадке. Совсем недавно, в апреле 2021 года, НАСА выбрало Starship для высадки людей на Луну. Также агентство поручило компании разработать и создать лунный посадочный модуль. Но позже НАСА пришлось заморозить этот контракт из-за протестов конкурентов. Протест в счётную палату США отправил Джефф Безос, глава Blue Origin, считающий себя конкурентами SpaceX. До окончания рассмотрения жалобы, Маск не получит денег на разработку лунной программы. И это при том, что он запросил от агентства наименьшую по сравнению с конкурентами сумму. С технической точки зрения, решение, предложенное SpaceX, считается самым сложным и рискованным. Луна для SpaceX должна стать новой вехой на пути к главной цели — полётам на Марс. Маск не распространяется о том, как будет организована жизнь на Красной планете. Он говорит, что SpaceX в первую очередь заинтересована в обеспечении транспорта, позволяя другим беспокоиться об инфраструктуре. Однако некоторые считают, что дочернее предприятие SpaceX, Boring Company, когда-нибудь сможет прокладывать на Марсе туннели, которые можно будет использовать для проживания людей. Кстати, новым источником финансирования марсианских планов Маска может стать проект Starlink. Если глобальная спутниковая система для широкополосного доступа в интернет привлечёт 25 миллионов подписчиков, она будет генерировать около 30 миллиардов долларов в год, что в 10 раз больше, чем то, что компания зарабатывает на запуске ракет. Так, по крайней мере, заявила президент SpaceX Гуин Шотвелл в недавнем интервью. На сегодня у Starlink более полутора тысяч спутников на орбите. Сеть уже доступна для тестового использования, а компания предпринимает действия, чтобы вызывать меньше критики. Так, SpaceX собирается оснастить свои спутники специальным солнцезащитным козырьком, чтобы уменьшить их отражательную способность и влияние на астрономические наблюдения. Предзаказ на Starlink оформили более полумиллиона клиентов. Почти глобальное покрытие компания надеется обеспечить уже к концу этого года. Этому способствует и недавнее разрешение Федеральной комиссии по связи с США перевести спутники на более низкую орбиту, против чего активно выступали конкуренты Starlink. Более низкая орбита обеспечит большую скорость интернета от компании. В ближайших планах SpaceX стоит отправка японского миллиардера в полет вокруг Луны на Starship в 2023 году, высадка людей на Луну в 2024 году и высадка людей на Марс в 2026. У Маска плохая репутация в плане соблюдения сроков, но хорошая в плане выполнения своих обещаний рано или поздно. Как считаете, увидим ли мы полет людей на Марс до 2030 года на корабле Starship Илона Маска? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok